Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой взяленной машинки с нуля. Сегодня я хочу вам представить пряжу, которую нам предоставил магазин Бобинки.ру для тестирования. Пряжа итальянского производства, 100% меринос. Нить тонкая, нежная, воздушная, очень приятная на ощупь. В данном случае у нас пряжа идет в одну нить, тоненькая, нежная. Практически вся пряжа при производстве обрабатывается парафином, поэтому для того, чтобы узнать, как эта нить будет выглядеть в готовом полотне, нужно не только связать образец, посмотреть, как он вяжется на машинке, но обязательно его постирать, потому что только после стирки мы смываем промышленный парафин и видим ту реальную пряжу, ту реальную нитку, которая и была заявлена производителем и, соответственно, продавалась в нем в магазине. Тестируем пряжу на вязальной машинке Silverita 740. Плотность единичка, то есть очень тоненькая ниточка, вяжется на начальной плотности. Машина идет легко, нигде не застревает, не стопорит, машинную нитку порвать не пытается, потому что нить очень эластичная, нежная, мягкая. Идеально вяжется на вязальной машинке. После стирки полотно стало мягкое, нежное, просто пуховое, невесомое, очень-очень приятно, невероятно нежное ощущение от этого полотна. И надо учесть, что после стирки, еще расскажу, оно село в ширину, в длину практически, длина не изменилась, ширина садится очень сильно. Еще раз напоминаю, что такую пряжу нельзя вязать по новичке. Нужно обязательно делать образец, стирать его, чтобы смывать парафин и смотреть на усадку. И, как нам сказали при покупке пряжи, что стирать надо 2-3 раза. Тогда точно смывается весь парафин и пряжа приобретает свои истинные свойства. Потому что в матушке нитка гораздо грубее, чем она получится в итоге, именно за счет обработки при производстве пряжи. Очень рекомендую, машинка вяжет с удовольствием, вязать можно и в одну ниточку, и в несколько. Эффект будет совершенно необыкновенный. И еще что хочу сказать. После того, как полотно провязано и выстирано, нитка уселась, так очень тоненькие маленькие петельки получились. Выглядит полотно как промышленное. Если вы хотите связать какую-то тонкую нежную вещь, похожую на фабричную, вот такая нитка будет идеальна. И если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И ждем вас на нашем сайте «Изба вязальной», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. А также приглашаем вас в магазин «Бабинки.ру», который продает итальянскую пряжу высокого качества. Ваша Наталья Некрасова.